Теперь нажмите несколько раз «минус» и вытащите на звуковую дорожку второй треп звуковой. С помощью стрелок, где бы вы ни находились на клипе, удобно прыгать в самое начало. То есть не мышкой подводить, вот так, да, а потом приближать и смотреть, встал ли она на начало клипа. А где бы вы ни находились, нажать стрелку вверх, и если мы приблизим, мы увидим, что мы встали в самое начало клипа. Удобно таким образом запускать сначала что-то. Вот такая длинная тема, но давайте мы теперь с вами порежем музыку. Смотрите. Два, второй так. Остановитесь примерно там, где начинается вот третий удар. Видите? Отступите пару, там, один, два, три, сколько вам будет нужно кадров, чтобы попасть ровно на всплеск. Выделите клип и нажмите «Hotkey», чтобы порезать. Теперь уменьшим масштаб. Перейдем в самый конец звука, приблизим. Если вы запустите с запасом музыку, вы услышите, что вот здесь начинается финальная такая часть. Выделяю клип, нажимая «Ctrl V». Теперь уменьшим масштаб. У нас получилось в этом клипе три склейки. Нам нужна первая часть и третья часть. Середину я хочу выбросить. Тыкаю на середину и нажимаю кнопочку «Delete». И если я сейчас возьму и притащу эту музыку к предыдущему клипу, встану плейхедом туда, нажму несколько раз знак «плюс» и запущу музыку сначала. Вы увидите, что по смыслу музыка склеилась. То есть два такта, и на третьей музыка затихла. Но если прислушаться, я не очень чистенько склеил музыку. Послушаем еще раз. Здесь небольшая павузка получается. Действительно, видите, небольшой огрызочек появляется. Что мы делаем? Подводим мышку к краю клипа. Нажимаем и вот так подрезаем буквально одну нотку. Теперь нажимаю, притаскиваю левее и слушаем еще раз. Чтобы прыгнуть на начало, опять-таки я сейчас нажму стрелку вверх столько раз, сколько минули, чтобы плейхед встал на самое начало клипа. Слушаем. Ну, здесь стоп. Сейчас мне нравится, как музыка склеилась. Давайте теперь перенесем эти же фотографии, но уже на другую музыку. Что для этого нужно сделать? Нужно на любом пустом месте нажать и не отпуская потянуть. Видите, появляется рамка. С этой рамкой вы знакомы, если выделяли когда-нибудь файлы в проводнике или на рабочем столе. Принцип тот же самый. Вот я выделил сразу три клипа. Теперь. В меню Edit есть команды стандартные. Копи. На Mac у меня Command-C, Command-V. На WinD это будет Ctrl-C, Ctrl-V. Я нажимаю копи. Стою плейхедом на самое начало. То есть, каким образом. Кликаю мышкой куда угодно. Допустим, сюда нажимаю стрелку вверх. Либо мышкой тыкаю сюда и нажимаю стрелку вниз. В обоих случаях у меня плейхед стоит на самое начало клипа. Теперь нажимаю Command-V. Давайте нажмем несколько раз плюс, чтобы приблизить. Вот у меня с клика по звуку. Я бы хотел, чтобы третий план начинался отсюда. Делаем вот так. Длина у меня, музыка, затухает дольше. Поэтому я за конец беру, вытягиваю. Здесь беру, перетаскиваю клип сюда. И теперь смотрите. Приближаю вот это место. Вот у меня точка, на которой должен смениться план. Поэтому я ставлю плейхед туда, чисто как меточку. Нажимаю на край склейки, вытаскиваю сюда. Нажимаю здесь на край склейки, подтаскиваю сюда. Нажимаю несколько раз минус. И давайте посмотрим, что получилось. Небольшой момент. Я люблю запускать видео с черного поля. Но мне всегда лень тыкать мышкой. Поэтому я очень часто делаю вот как. Нажимаю стрелку вверх и нажимаю кадрик влево. То есть я отступаю всего лишь один кадр левее. И получается черное поле. Давайте посмотрим. Теперь если мы посмотрим предыдущий клип. Мы увидим, что из одних и тех же планов получилось два разных ролика по настроению. Теперь давайте займемся третьим примером. Возьмите третью музыку, перетащите. Если вы запустите, вы услышите, что она более такая, лирично-монотонная. Теперь выделите предыдущие планы. Нажмите Command C. По тому же принципу мы прыгаем в начало музыки. Нажимаем Command V. Здесь теперь произвольно расставьте примерно вот так на глаз эти планы. Потому что в этой музыке нет таких активных долей, на которые мы могли бы там четко сказать, что переходить нужно именно там. Поэтому здесь вы будете переходить по ощущениям. Но важный момент. Здесь музыка очень плавная и лиричная. В принципе соответствующая настроению фотографии, настроению этой девочки. Такая лиричная, куда-то вдаль задумчиво смотрит. И если мы будем использовать здесь прямую склейку, она будет немножечко диссонировать. Давайте сейчас просто посмотрим, как получилось. Сейчас неважно, там попадает, не там попадает. Просто посмотрите, что получилось. Как видите, кто влез, кто под рова. Как мы можем исправить эту ситуацию? В меню Windows нажмите кнопочку Effects. Вот у меня открылась флапка с эффектами. Слева раскройте папочку под названием Video Transitions. По-русски это будет видео переходы, скорее всего. Здесь есть раздел Dissolve, растворение. И синенький отмечен стандартный переход. Так называемый микшер или наплыв. Возьмите этот наплыв, перетащите в самое начало, прямо на склеечку. Видите, появился объект. Потом перетащите на первую склейку. На вторую склейку. И на самый финал. Чуть-чуть приблизьте. И еще момент. Сейчас я удалю один из Dissolve. При перетаскивании обратите внимание, что он может вот так либо слева лечь, либо по центру, либо справа. Используйте центральное выравнивание. Пока не заморачивайтесь, в чем их разница. Прыгаем в самое начало, смотрим, что получилось. Уже помягче. Но теперь можно заняться тем, что чуть почище выбрать места для переходов и сделать сами переходы поплавнее. Смотрите, в чем отличие. Когда у меня был переход с этой фотографии на эту, у меня получился обычный микшер. Когда у меня был переход из черного на фотографию, у меня, видите, плавно из темноты вышло. Я хочу, чтобы это было еще плавнее. Каким образом? По умолчанию переход длится, если не ошибаюсь, одну секунду. А я хочу, чтобы он был, допустим, две секунды. Варианта два. Я могу два раза быстро нажать на микшер, и он меня запросит длину. Допустим, я вобью 2, 0, 0. Это будет две секунды. Нажимаю Enter. Вот он у меня стал две секунды. Но в большинстве случаев я не вбиваю точные цифры. Я по ощущениям вытягиваю здесь. Теперь давайте вытянем вот здесь. И давайте вытянем здесь. И еще уход сделаем подольше. Теперь смотрим, как это получилось. В общем, не знаю, что получилось, но получилось такое лиричное, плавное, непонятно что. Но главное, что вы уловили принцип. Как быть, если я хочу сделать ролик покороче, пораньше его увести. Например. Давайте предположим, что я хочу сократить средний план. Начните просто тащить за край плана. Микшер у нас пропадет, ничего страшного. Подтягиваем следующий план. Просто еще раз бросаем микшер. И задаем ему нужную длину. Смотрим, что получилось с запасом. Отлично. Ну, а теперь у нас музыка как раз длиннее. Я хочу подрезать музыку. Если я ее просто подрежу, то она у меня просто оборвется. Что в этом случае делать? Закрываем папочку Video Transitions. Открываем папочку Audio Transitions. И в разделе Crossfade, так называемый микшер, будет дефолтной, отмеченной голубенькой рамочкой. Нажимаем, перетаскиваем на звук. И принцип действия такой же самый. Я могу за край оттащить его на любое расстояние, задать любую длину. И чем длиннее будет микшер, тем раньше начнет мозга затухать. Я рекомендую выставить примерно вот так. Давайте послушаем, что получилось. Видите, музыка плавно ушла. Теперь, если вы посмотрите справа на индикатор. У меня музыка очень тихо звучит. Как ее поднять? Если я подведу мышку вот к этой горизонтальной полосочке, она превратится в такой курсор. Если я нажму и не отпуская буду поднимать вверх, то у меня увеличится уровень звука. Нажимаю Play и слушайте. Видите, теперь звук поднялся до минус 6. Если я опущу вниз, то у меня звук станет гораздо тише. Таким образом мы регулируем громкость звука. Теперь уменьшим таймлайн. Вот у нас получилось 3 ролика. 3 совершенно разных, очень простых, примитивных, сделанных на фотографиях. Но по сути это все, что нужно знать на первичном этапе, чтобы собрать любой ролик. Как положить музыку, как ее вывести, как ее увести, как бросить микшера между планами, как их подрезать. В качестве практики просто посидите, попробуйте по-разному подвигать склейки левее, правее. Просто чтобы наработать практический навык, чтобы вы уже не боялись монтажа. Постарайтесь не лениться использовать хоткей. Хотя бы хоткей Ctrl V. Или тот, который у вас назначен команде добавить склейку. Почему? Потому что, как я и говорил, резать вам в монтаже придется очень много раз. Мои студенты во ВГИКе мне сказали, что скорость их работы в монтаже возросла примерно в 2, а то и в 3 раза. Когда я их научил пользоваться хоткейами. Что такое в 2 раза или в 3 раза? Это очень существенная вещь. Представьте, что вы монтируете ролик неделю. А с помощью хоткеев вы сократите это время до 2-3 дней. Теперь, я хочу сделать так, чтобы у меня был не общий, средний, а затем крупный. А строго наоборот. Вам это будет в качестве домашнего задания. Как это сделать? По сути, вам нужно сперва поставить крупный план, потом средний, а потом общий. Я сейчас это вам сделаю, чтобы вам показать, как это будет выглядеть в итоге. Ну, примерно, наверное, вот так. Это я сейчас грубо сделал. Как видите, чисто эмоционально этот ролик немножко отличается от предыдущего. Когда мы начинали с общего, потом среднее, потом перешли на крупный. Здесь получается наоборот. Мы сперва показываем эмоцию человека, потом показываем, как она примерно сидит где-то, и потом общий план. Что ведь ребенок в одиночестве сидит и в своем воображении, я не знаю, на что-то смотрит вдаль на море. Важный момент. Я специально вам не говорю точных длин этих переходов. Я специально не заморачиваюсь на предмет того, где лучше перейти на следующий план. Почему? Я хочу, чтобы вы сами попробовали чуть левее, чуть правее, чуть длиннее микшер, чуть короче микшер. Почему? Потому что самое главное в монтаже вам наработать ощущение. Ощущение склеек, ощущение перехода, ощущение музыки. Потому что весь монтаж, по сути, будет строиться на ваших ощущениях. И еще маленький нюанс. Если видите, у нас тут гораздо больше дорожек пустых. Можете их использовать совершенно как хотите. Для временного, допустим, вот такого хранилища. Это просто рабочий монтажный стол. Как бы вы не тасовали планы, ничего страшного в данном случае. У вас все равно однодорожечный, по сути, монтаж. Если вдруг вы захотите удалить какой-то микшер, достаточно нажать на него и нажать кнопку «Делит». На этом все. В следующем занятии мы с вами попробуем цветокоррекцию.